Ребят, всем привет! Максим, компания Акира Авто. Именно мы поставляем автомобили для вас из Японии, Китая и Кореи. И сегодня речь у нас пойдет про разницу, которая сегодня возникла уже у автомобилей, которые продаются в наличии. Про разницу в цене и автомобили, которые можем привезти мы для вас под заказ. Ребят, на примере Хонды Степвагон, я взял 4WD, полторашечка, не гибридная. Сегодня цены на такой автомобиль на Дроме 2700-3 миллиона рублей. А причем автомобили там есть даже пробежные, вы представляете? Пробежные за 3 миллиона! С ума сойти просто! Я не упущу возможности сказать и похвастаться тем, что мы можем привезти автомобиль 19-20 года. Вот посмотрите цены. 2 миллиона 145 тысяч рублей, 2 миллиона 452 тысячи рублей. И это, ребят, пробеги 37, 60 тысяч пробег, 55 тысяч пробег, 4 балла оценка. В 2018 год машина уже не проходная считается. 2 миллиона 169 тысяч рублей. На Дроме они стоят 2,803 миллиона. Ну это просто с ума сойти! Почему? Потому что продавец выставляет автомобиль с учетом утиля. Он его еще не заплатил. И вот этих вот, а может быть, заплатит, когда вы у него купите автомобиль. Ну, к примеру, вы покупаете машину за 3 миллиона. Степвагон хороший, красивый, ну реально классная тачка. Все четкое. По документам вы ставите на себя на учет. И может быть, может быть, за вас этот утиль, когда он прилетит в физику, тому человеку, на которого машину таможили, может быть, его заплатит продавец, который говорил, да я заплачу. Вы только покупайте этот степвагон. Это раз. Если он не заплатит, грубо говоря, он скажет, ну ты извини, пожалуйста, я как бы, ну, деньги забрал, у меня перед тобой обязательств никаких. И получается, вам еще 500 тысяч, 528 тысяч рублей нужно будет заплатить утиль, если он, ну, грубо говоря, вам скажет, что я не буду за вас платить. Продавец именно, да? Ну, грубо говоря, вас кинет. Все. И если такое произойдет, то вам, к сожалению, еще 500 тысяч платить. 528 тысяч рублей. Вот какие риски. Поэтому сегодня есть термин такой, чтобы уничтожить спекуляцию, чтобы уничтожить машины в наличии, ну, вот придумали вот этот утиль сбор. Если, к примеру, посмотреть на сайте TKS, например, на сайте tks.ru, вот средняя цена в иенах, да, полторашка, 150 лошадок мощность. То есть машины там, к примеру, 20-21 года именно не проходны до трех лет, да, мы видим, ну, юридическое лицо растаможить, да, то здесь выгодно, даже чуть-чуть, мы сказали бы выгодно, миллион, да, почти миллион, 927 тысяч рублей. Здесь утилизационный сбор 300 тысяч 600. И, ну, наверное, выгоднее везти такие машины. Там может на юридическое лицо, и вы сразу уже будете, как бы, вот, ну, первым, 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 можно сказать, да, на кого, кто будет в электронном ПТСе. Ну, хотя, какая разница, первый там ты или десятый, и бумажки-то нет уже, все. Ты вот он, единственный, грубо говоря, у тебя в личном кабинете на сайте электронных паспортов запись появилась, что эта тачка твоя, все. Ну, нет нигде там бумажной ПТСки, в которой написано, что ты там какой-нибудь десятый собственник уже, да, там, за какое-то время, как это раньше было. И как сейчас это есть на старые машины, на которые нет электронных ПТС. И может быть выгодно везти такие машины, да, там, за 3 миллиона, к примеру, 20-й год, это может на физическое лицо, действительно выгодно. Но если вы везете автомобиль для своего личного пользования, да, для своего личного пользования, в течение года вы не собираетесь этот автомобиль продавать, то, извините, пожалуйста, цены за 2 500, даже за 2 500. А если мы с вами сделаем выборку на сайте по стоимости, то есть давайте увидим самые дешевые машины, самые дешевые машины по цене, что у нас тут-то, где еще раз выборка, что-то она не сработала. Так, еще раз стоимость нажмем. Так, и что произойдет? Вот у нас Honda Step-Wagon, самые печальные, да, просто вот, ну, без оценок, 19-й год, битые вот такие вот, да, ну, наверное, можно дешевле перевезти. Ну, давайте хотя бы, это у нас Dory Style, Dory Style, видите, да, битые, можно вообще за R-ки за миллион 300, что ли, привезти, получается. Ну, а какая цена у них в Японии, я в шоке. А цена в Японии вообще просто миллион йен, ну, копеечная. Вот они, пожалуйста, стоят, сейчас блестят с огромным утюлем, который, может быть, и вам предсоплачивать. Ну, давайте что-нибудь целое найдем, не знаю, давайте оценку укажем. 18-й год, давайте 19-й возьмем, а то слишком низкие цены, что же мы, людей-то... Так, и кузов RP-4, RP-4, это у нас полный привод, стоимость и оценка. Оценка давайте 3,5, 4, 4,5, а то там, понимаешь ли, вот это R-очки-то вот эти вот японские, хорошие, вкусненькие на картинке. И, соответственно, по стоимости. Стоимость уменьшаем, делаем стоимость по возрастанию. Ну, и вот пошли, да, вот рестайлинговые варианты 19-го года. И цены мы видим от 2 миллионов. То есть, не забывайте, что есть USS-аукционы, где цены примерно те же самые, но мы их не видим. Вот, ну и вот, как вот видите, цена, да, 19-й год, 85 тысяч пробег, 2,200. 20 тысяч пробег, 4 балла, оценка 2,225. 75 тысяч пробег, 4,5, 2,126. То есть, мы, я не говорю, что только мы, компания там, Акира Авто, невероятное количество компаний во Владивостоке возит машины. И для своего личного пользования, если компания там не накидывает еще сверху 150, не размывает их там по разным расходам, то 2,200, 2,300, 2,400 степ-вагон 19-го, а может быть даже и 20-го года можно привезти в очень хорошем состоянии. В невероятно хорошем состоянии. И это, извините меня, не машины в наличии. Вот теперь вы придете и потрогаете машину на рынке. Накручивает 500 тысяч утиль, 500, это 5 соток, представляете. И 2 сотки, 2 сотки накручивает, ну 2, там 3 сотки, может быть накручивает продавец. То есть, теперь на сегодняшний день, чтобы вам купить степ-вагон в наличии, если он был привезен после 1 августа 23-го года, вам нужно переплатить минимум 700 тысяч рублей. 700, представляете, 700 тысяч рублей, чтобы пощупать автомобиль. Ну или привезти его под заказ, через такие компании, которые возят машины именно под заказ. Зайдите, пожалуйста, на наш сайт, посмотрите цены. Тот же степ-вагон, те же самые, ну другие автомобили, любые, просто выберите. Я не знаю, Везл тот же самый, который можно сегодня привезти, к примеру, да. Где он тут Везл, к примеру, 19-й год, вот оценки я выбрал. Нажмем, давайте, Везл все подряд. Ну здесь, правда, вылезут сейчас гибридные автомобили. Ну давайте я кузова тогда отдельно выберу. Везл гибридный повылазили. Давайте уберем гибридный, выберем РУ1, РУ2. Это передний привод и полный привод, не гибридные. Цены средние, 1 миллион 800, к примеру. Вот, я не знаю, Везл с учетом утиля на сегодняшний день, что будет стоить? 2,5 миллиона на рынке? Ну я понимаю, степ-вагон, семейный автомобиль, наверное, единственный на сегодняшний день, который просто японский праворукий автобус можно привезти со статусом не санкционка. Но Везл, если мы его привезем, купим 1 миллион 500, то что? Надо 700 тысяч на сверху накрутить и получится 2 200, 2 300. Ну это просто сумасшедший ценник. Но Везл никто не будет, наверное, за такие деньги покупать. Я не знаю, есть ли они такие на дроме или нет, уж посмотрите сами. Но вот вам реальные цены на сегодняшний день именно под заказ для своего личного пользования. Если вы спросите, а это с пошлины, а конечная ли это цена, а ваша комиссия, все есть в расшифровке цены, все полностью указано, заходите, вот я даже покрупнее вам сделаю, чтобы можно было разглядеть. Вот они, все расписано полностью, госпошлина, комиссия компании и так далее. Заходите, пожалуйста, смотрите, цены указаны конечные. Я понимаю, что, конечно же, есть там опасения, там, а вдруг там еще что-нибудь случится. Ну тогда, ребят, на рынок смело, на рынок плюс 700, минимум плюс 700. И еще не факт, что за вас этот утилизационный сбор заплатит продавец. А случись что-нибудь, вдруг у него эти 500 тысяч рублей там или украдут, или пристава заберут, или еще что-то произойдет. И он скажет, ну нет у меня денег заплатить за вас утилизационный сбор. Все, получается, вы купили машину и вам, ну или физику прилетит платить утилизационный сбор, или вам прилетит платить утилизационный сбор на сегодняшний день. Еще до сих пор никто не знает, кто же будет платить утилизационный сбор. Вот и вся история. Ну вот такой вот, ребят, ролик на сегодняшний день. Ролик возмущения, что такие большие поборы наше государство делает. Но наше государство, наверное, делает это не просто так. Это для того, чтобы уничтожить спекуляцию. чтобы уничтожить рынок в наличии и, наверное, вытолкнуть в массы автомобили через автосалоны. Может быть так, такая может быть политика. Но на сегодняшний день для своего личного пользования, ребят, еще пока можно привезти автомобиль и заплатить всего лишь 5200 рублей утилизационный сбор, как это, в принципе, сегодня и происходит. Все, ребята, всем здоровья, счастья, берегите себя, до свидания, всем пока.